Умудрился там заблудиться. Столько поворотов, этажей в народу. О, минус ребёнок. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Закатун. И это минусы Дубая. Давайте же посмотрим, что там за минусы. Погнали. Как мы видим, ютуб всё ближе к блокировке на территории РФ. Поэтому ссылка на мой телеграм в описании. Подписывайся. И также не забывайте про VPN. Поехали. Эмираты, часть вторая. Возможно, последняя. В тёплых странах оно, конечно, неплохо. Надеюсь, не последняя, потому что с ютуб закрою. Надеюсь, последняя, потому что просто последняя. Возможно, не вероятность замёрзнуть по дороге до магазина в минус 40. Не нужно одевать по 30 слоёв одежды, чтобы просто вынести мусор и так далее. Но баланс во вселенной никто не отменял. Поэтому минусы есть везде, даже в Эмиратах. Начнём, пожалуй, с очевидного. Жара. Что может быть хуже минус 40? Плюс 40. Плюс 40. Да, жара намного хуже. Если хоть как-то спасают кондиционеры, то на улице спасения нет. Кажется, что с этим не должно быть... На самом деле, плюс 40 это намного хуже, чем минус 40. Потому что... Можно надеть оде... Надеть... Надеть... Надеть одежду. Надеть одежду. Надеть одежду. Вот. Я уже тюбняки ловлю. Надеть одежду и как бы норм. А вот в жару как бы кожу не снимешь. Проблем, ведь рядом есть вода. Да, как бы не так. Летом она тоже может прогреваться до 35 градусов. Ё-моё, это фанная. Люди лезут в воду, чтобы спастись от жары. В итоге, перегревшись, попадают в больницы. Местные-то давно привыкли. Недаром у них всё белого цвета. Одежда, машины... Ну это всё правильно. Вообще, человек может привыкнуть к чему угодно. Чёлтая монетка. Ну, только к тому, что на слабеньком офисном компьютере можно запускать топовые игры на максимум. Это шо, автор покушает? А, ты про MyGamesCloud? Ну, ладно, трек не пропускаю. Новая эра имеет свой нейминг. Пора нам признать. Это шо, рэпчик? В вашей гейме видюха не тянет. Просил FPS? По ссылке ждёт сервис. Там всё с FPS. С, любую игру популярного лаунчера. Только если у тебя, пенга, не миллион. Тянет твой коп хоть у бабушки в найчиках. Просто зарекайся, нечего ждать. Что? Игры качать, обновления искать. Также андроид-приложение есть. Но без клавы и джойстика лучше не лезь. Потянет что хочет, но сервис могуч. И так это понял, я просто озвучил. 4К рулит, но это не всё. 120 в секунду, там кадров в лицо. По ссылке внизу за тобой выезжают. Имя той прелести Майкэпис Клаун. На самом деле, ребята, облачный гейминг-то прикольно, но мне кажется, что в нём есть огромная проблема, что, во-первых, у меня тут люди на Трово. И да, я сейчас, помимо того, что снимаю реакцию, я стримлю это всё на Трово. То есть, если вы хотите смотреть реакции самыми первыми, вы сам там, если разыгрываете деньги. Каждый стрим разыгрываю деньги. Я сумасшедший. Да, в такой ситуации я разыгрываю деньги. Но, ну, приходите, ссылка в описании. Так вот, если у некоторых на Трово стримы лагают, то я представляю, что будет на всяких облачных геймингах. Будет капец. Кстати, если вы думаете, что традиционная женская одежда у них чёрного цвета, потому что девушек нам как-то притесняют, вы ошибаетесь. Прав у них чуть ли не больше, чем у мужчин, а чёрная одежда банально практичнее. Пока мужчина на работе, женщина занималась хозяйством, следила за порядком, готовила. Поэтому белая одежда просто быстрее пачкалась. А сейчас это уже дань. Он точно был в Дубаях? Он точно понимает, что такое больше прав? Мне кажется, он немножечко не понимает, как это работает. Он немножечко не понимает, как это работает. В смысле больше прав? Ты что, прикалываешься? Ты, котун, ты давай поменяешься тогда, типа, правами. Ну это, ну это не, нет. Традициями своего рода мода. Ух ты, какая красивая у тебя абая. Такая чёрная. Ой, спасибо. А у тебя сегодня она такая необычная чёрная. А модным там быть очень легко, знаете. Магазинов с брендовой одеждой просто завались. Чего стоит только Дубай, мол, огромный ТЦ с гигантским аквариумом внутри. Прикольно. А ещё вот эти ребята знаменитые. Хоть на топографический кретинизм я никогда не жаловался, всё равно умудрился там заблудиться. Столько поворотов, это жесть народу. О, бьюсь ребёнок. Кажется, нашу дочь унесли. Опять? Дождём. Ну ладно, скоро вернусь. В итоге мы, конечно, выбрались. Наш гид пришёл на помощь. Я буду всегда тебя помнить. Но не только размерами пугает Дубай, мол, вы видели вообще там ценники? Этот минус, в принципе, можно отнести ко всем Эмиратам и, в частности, Дубаю. Сервисы, услуги, товары. На всё это можно легко потратить ещё половину от стоимости путёвки. Такое ощущение, что даже не каждый шейх себе сможет позволить там что угодно. Явное дело, что дорого. Там уровень жизни совершенно другой. Блин, дорогая, какой магнитик взять? С верблюдами или с Бурдж-Халифа? Бери оба. Нога, я отшёл тебе шейх арабский. А. Ну и, кстати, сразу про Бурдж-Халифа. Главную достопримечательность Дубая. Самое высокое здание в мире. Высотой 828 метра. Ё-моё, какое оно высокое. Мне было бы стрёмно находиться на верхних этажах. И там знаешь, что вроде бы самые верхние, это как бы они как не муляж. Не вроде как технические этажи, да? И на них нельзя жить. Ну. Пф. С 163 этажами. На самый верх нас, конечно, не пускали. Но и со 124 этажа виды завораживают. Ещё бы я высоты не боялся. Тут 20 этажей. Слайд, давай. Я очень боюсь высоты. Да и не получится у меня. Вызывай пожарных, боже, как страшно. Но, честно говоря, снаружи... Ну, это красиво. Это здание впечатляет больше. Да, снаружи даже лучше. Вау. Особенно под задорную музыку от поющих фонтанов, что находится неподалёку. Вот прикольно. Да, это классика. У нас и летом на фонтанах не работают. Ну, ты как бы... А чё не? При том, что это не самое популярное место в двух часах езды от Дубая. Но смутила меня другая вещь. При таком количестве русскоговорящих гостей, сам персонал отеля практически не бельменно великом и могучим. Извините, где у вас тут покушать можно? О, конечно, конечно, follow me. Да не туалет, столовая, еда. Ням-ням. Забей, чувак. Я вот смирился уже. А вкусно как? На весь отель, возможно, пара человек найдётся, с кем поговорить можно. И это, честно говоря, странно. Зато торгаши в палатках давно прокупили, кто босс этой качалки. Все поголовно знают наш язык. Вот это я понимаю клиентоориентированность. А вообще, самую большую разницу между нашими странами... Да, кстати, так же и в Египте, мне кажется, и в Турции. Вот торговцы чаще всего знают русский язык лучше, чем весь другой обслуживающий персонал. Не по языковому барьеру, не по их обычаям и разнице климатов, а по аэропорту. Да, прилетев обратно в Россию, меня снова ждали огромные очереди. Хамоватые бабы, которые бухали весь полёт, а потом пытались влезть перед нами на таможне. Нерабочие эскалаторы. Багаж, который пришлось ждать около часа. А, вот это вообще супер-жиза. И у нас ребёнок на руках. Короче, я говорю про отношения. Отношения к людям, к своей работе, к миру в целом. Даже жаль, что, возможно, я больше там никогда не побываю. Во-первых, что два раза в одно и то же место летать, правда? А во-вторых, я вам что, шейх арабский? А во-вторых, мы знаем, какая ситуация происходит. Ребята, шо я хочу сказать? Шо я хочу сказать? Приходите, подписывайтесь на закутуна. Кстати, он там 3D-шный был. Ё-моё, на заставке почему-то. Приходите, подписывайтесь на закутуна. Лайки там ставьте, комментарии пишите. Также на меня подписывайтесь. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. Ну, про права женщины, конечно, в мусульманских странах он, конечно, смешно сказал. Очень смешно. Смеялись всей страной, называется. Подписывайтесь на Телеграм. Тоже есть в описании. Всем удачки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok